С самого утра на полигоне под Слонимом слышен рёв моторов. За штурвалами боевых машин пехоты, военнослужащие, за плечами которых десятки часов вождения на тренажёрах и сотни километров, намотанных по полигонному бездорожью. А сегодня механикам-водителям предстоит форсировать водную преграду. Данное занятие мы проводим в комплексе, это не только вождение. Значит, развернутый ряд учебных мест, таких как отрабатываются вопросы противовоздушного прикрытия отражения ударов средств воздушного нападения противника, для чего привлечено отделение ПЗРК «Игла». Также отрабатываются вопросы комендантской службы, отрабатываются вопросы охранения. Причём все эти вопросы отрабатываются с практическим применением, с использованием средств имитации холостых боеприпасов. Прежде чем машины пойдут по воде, преграду тщательно исследуют инженеры, а командиры выбирают оптимальный маршрут для движения. Специальную подготовку проходит и техника. Проводили занятия на учебных точках, акценты делали на подготовку машины непосредственно к плаву. Откручиваются все лючки снизу, то есть смотрятся, чтобы были все резинки, то есть опять же промазываются, все щели промазываются, все лючки, обязательно должны быть все болты, чтобы ни одной щели не было. То есть смотрели, чтобы работали все насосы, водооткачивающие насосы. За счёт уникальной конструкции машине не страшны болотистые участки, мелководья и большие глубины. Несмотря на габариты и внушительный вес в 14 тонн, БМП идёт по воде с лёгкостью корабля, развивая при этом скорость до 7 км в час. Эта машина у нас плавающая, и она себя ведёт не так, как на земле, поэтому приходится немножко тренироваться на тренажёрах, потому что реакция самой машины замедленная, препятствия, они практически однотипные, как и на земле. Но так как себя машина ведёт чуть-чуть по-другому, достаточно тяжело служащему изначально, без подготовки, взять и преодолеть. Чувствуется, есть разница, что на земле, что в воде. В воде она ведёт себе, как немножко лодочка такая, знаете. Вот, на земле уже, то есть непосредственно, если с воды касаешься грунта, там, на большой передаче, на большой скорости, то может машину как бы швырять со стороны в сторону. Для рядового Усова нынешнее занятие не первое. Практику преодоления водных преград механик-водитель получил в Объединённом учебном центре под Борисовым. Считает, что занятия и навыки обязательно подкреплять и психологическим настроем. Морально себя готовил к этому, более уже увереннее себя чувствуешь в этом плане, потому что ты уже преодолевал этот путь, и ты как бы знаешь, что к чему, и как машина себя ведёт. Как выходить с неё, как заходить в воду. Ты уже более уверен, более подготовленный солдат. Длина дистанции порядка 200 метров. На пути к противоположному берегу механики отрабатывают элементы маневрирования. Упражнения, похожие на змейку для автомобилистов, имитируют уход из-под огня неприятельской артиллерии. Первый заход – тренировочный, второй – уже на зачёт. В первую очередь механик-водитель должен чувствовать машину, потому что бывает, что гусеницами он где-то может задеть по дну одной стороной, второй не задевать по дну, соответственно, машину может начинать разворачивать, вести левее, правее. И тут уже от того, как механик-водитель чувствует, он, соответственно, начинает принимать все или иные меры для того, чтобы всё-таки выполнить тот манёвр, который ему задан. Параллельно с работой на воде механики отрабатывают и специальные нормативы. Основной – подействуя во внештатных ситуациях. К примеру, оказывает первую помощь условно пострадавшему. Если возникает такая ситуация, на данном учебном месте разворачивается как непосредственный медпункт для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, чтобы каждый военнослужащий понимал, что ему необходимо выполнить, какие мероприятия, кого об этом надо известить, чтобы прибыли на место происшествия квалифицированные специалисты для оказания медицинской помощи и дальнейшего сопровождения человека. Беларусь – край рек и озёр, поэтому такие тесты для мотострелков не только полезны, но и необходимы. Ведь без умения преодолевать водные преграды подразделение теряет мобильность, а это одно из главных слагаемых в успешном выполнении учебно-боевых задач.